За убитыми дорогами охотятся активисты проекта Дорожная инспекция ОНФ. На улице Сиренева асфальт убитым не назовешь, здесь его никогда и не было. Поэтому символ проекта злюкометр сегодня так не улыбчив. Чиновники тоже участвовали в рейде и пообещали, что здесь строительство начнется уже скоро. Активисты ОНФ говорят, власти регионов на их проверки реагируют по-разному. Вот здесь в Барнауле хорошая тенденция. Все-таки 90% участков, которые попадают в план ремонта, они совпадают с мнением жителей. И это хорошая практика. Улицы, которые набрали максимальное количество голосов, это Балтийская, Новосибирская и Попова. На них ремонт проведен. Фронт идет по России со стороны Владивостока. Активисты отметили, что в сравнении с другими городами Барнаул их приятно удивил. Тем не менее, проблемы есть. Касаются они в основном не покрытия, а обустройство дорог и безопасности движения. К примеру, у нас слишком опасные нерегулируемые перекрестки. А после замеров оказалось, что пешеходная разметка на пересечении Эмилии Алексеевой и улицы 40 лет Октября не соответствует норме. Таких примеров много. Мы видим, что на многих центральных улицах разметка довольно стертая, либо черная. Даже есть проблемы и с пластиком. Мы его не измеряли, но в начнем времени, когда мы приехали, он довольно плохо различен. То есть необходимо его обновлять либо краской, либо также пластиком, чтобы световозначающие свойства стали выше. Пешеходов представлял член движения «Малый электротранспорт России». Он тоже путешествует вместе с активистами ОНФ и проверяет качество устройства тротуаров на самокате. Есть какие-то пандусы, заезды. Иногда эти пандусы просто упирались в дом и приходилось обходить по лестнице, что не очень удобно, особенно для молодежных граждан. По результатам рейдов активисты отправят отчет в местные органы власти, где укажут обнаруженные недостатки. А самым главным итогом рейдов по всей России станет доклад президенту. Андрей Дрейер, Илья Халяпин. День с толком.